МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О жилищно-коммунальном хозяйстве можно говорить много и долго. Тема эта является неисчерпаемой и скрывает в себе сотни различных проблем и, конечно, вариантов их решения. Это и споры о том, какая форма управления многоквартирным домом лучше. Товарищество собственников жилья или управляющая компания. Здесь же и споры о том, из какого материала лучше делать трубы для отопления, стоит ли менять окна в подъезде или ремонтировать лифт. А, быть может, пришла пора обновить детскую площадку. Вы смотрите программу «Совет моего дома». Сегодня мы поговорим о наболевших вопросах в сфере ЖКХ и положительном опыте благоустройства. Я представляю гостей в студии. Елена Юрьевна Бондаренко, глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара, и Евгений Константинович Фокин, председатель многоквартирного дома по улице Осипенко, 142. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Я приветствую вас в студии. Поговорим мы сегодня, конечно, на очень актуальные темы, темы ЖКХ. Вопрос к вам первый. Елена Юрьевна, как вы оцениваете состояние ЖКХ в Ленинском районе, который вы возглавляете, вот как раз на сегодняшний момент? Оцениваю реально, объективно, как удовлетворительное. Сфера действительно сложная. Вместе с тем сделано очень многое. За последние годы, с 2018 года, у нас и новое общественное пространство появилось. В этом году только, наверное, все жители знают, у нас открыт после реконструкции сквер Аксакова, уникальный проект общественного пространства. Недавно у нас появился бульвар Мичурина. Капитальный ремонт прошел по улице Ленинской, Арцевушевской, Мичурина. Во дворах мы за последние три года тоже провели благоустройство комплексное в 62 дворах. Это 26% от общего количества дворов в Ленинском районе. Это колоссальный объем. Цифра, конечно, очень значимая, да. Выполнили мы асфальтирование ремонтом комплексно, благоустроили, и текущим ремонтом 181 адрес. Тоже колоссальное количество. Это 90 тысяч метров квадратных асфальтирования. Дворы преобразились. Там, где мы зашли с комфортной средой, с проектом содействия, с асфальтированием, дворы, конечно, преобразились до неузнаваемости. И мы благодарим всех жителей, которые принимали активное участие и в инициировании этих работ, и в контроле их выполнения. Это действительно дорогого стоит, потому что контроль был всесторонний. Трехсторонний был контроль. Это был профессиональный технадзор, был контроль со стороны администрации, но также жители у нас активные принимали участие. Если мы говорим о благоустройстве, то нельзя не отметить наш замечательный проект, который родился в Ленинском районе, «Цветущий Ленинский». Это потрясающий проект, который на сегодняшний день охватывает в первую очередь, конечно, и Мичуринский микрорайон, и дома у Шанхая по Молдогвардейской. И в центре у нас есть замечательные дворы по улице Фрунзе, где жители своими руками сажают, высаживают цветы, саженцы деревьев и создают необыкновенную красоту и уют. Вы были пионерами в этом направлении. Ленинский район был пионерами. Сейчас приняли ваш опыт, ваши коллеги, ну и, соответственно, конечно, жители наверняка. Да, мы здесь, конечно, благодарим в первую очередь наш ТОС «Мичуринский». Это наш орган общественного самоуправления, Елена Валентина Большакова, которая стала инициатором этого проекта, жители, которые сплотились при реализации этого проекта. Действительно, он сегодня уже тиражируется, и у нас предоставляется цветочная рассада жителям. Мы весной и осенью предоставляем саженцы деревьев, кустарников, очень красивые кустарники, сумма, холень и рог. Это уникально. И мы находим кустарники для того, чтобы дать для посадки во дворах. И мы видим, как действительно создается уникальная красота. Кроме того, я бы еще хотела отметить бизнес, представители бизнеса. Они сегодня тоже активно участвуют в благоустройстве района. Я бы сказала, что сегодня уже появляется такое явление, как наш самарский патриотизм. Вы, наверное, тоже видите, как у нас Т-Плюс, ПАО Т-Плюс, они благоустроили, красиво оформили ограждения вокруг своего предприятия по Волжскому проспекту. Действительно, привлекаются интересные дизайнеры. Трансформаторную подстанцию они тоже преобразили, создали объект стрит-арта на Карла Маркса, который тоже сегодня радует зрителей. Представители бизнеса на первых этажах зданий тоже сегодня занимаются оформлением своих фасадов, озеленением, проявляют при этом креативную выдумку. Очень интересные проекты, которые действительно украшают наш город и радуют наших жителей и гостей. И вы с гордостью об этом рассказываете. Это на самом деле здорово. Но вот хочу от тебя сказать, что меценатство возрождается. Да. И сейчас это стало очень доброй традицией, когда большие предприятия вот в вашем районе, если мы говорим, помогают благоустраивать ваш район. Это очень здорово. Я бы хотела отметить, здесь прежде всего у нас пивозавод в этом году отличился, отмечая 140-летие своего предприятия, уникального старейшего. Они подарили Ленинскому району и его жителям в этом году площадку детскую спортивную на набережной, а также приняли вот финансовое значительное участие в реализации проекта содействия во дворе в Большом, на Осипенко Чернореченской, Карл Маркса, рядом с 25-й школой. Да, обязательно об этом поговорим, но чуть позже вы сказали про активных жителей, Елена Юрьевна. У нас такой активный житель сегодня в студии присутствует. Евгений Константинович Фокин. Вы возглавляете дом. Собственно, почему решили пойти на эту общественную работу? Она неоплачиваемая, но тем не менее вы возглавляете дом. Расскажите об этом. Совершенно правильно. Могу сказать одно. Раньше была управляющая компания «Коммунальник». Проблем с ней было много, и жители в одиночку самостоятельно боролись за свои права. В конце концов пришли к выводу, что надо менять управляющую компанию. Собрали общие собрания. Ну и самое главное, я считаю, что в доме должен быть хозяин. Ну, роль женщины вроде для этой цели не подходит. Народ предложил мою кандидатуру. Я согласился. И вот с тех пор я являюсь председателем многоквартирного дома. Да. И аккуратно занимаемся всеми делами. Какие сейчас у вас работы стоят по плану? Чем конкретно вы сейчас занимаетесь? Прямо скажу, что работы, как у председателя МКД, достаточно много. Дело в том, что эта работа требует постоянного внимания, начиная от крыши дома и кончая подвалом. Общаешься с соседями, проверяешь, как настроение, работают ли трубы, есть ли вода, надо ли что-то менять. Ну и, в общем, работы очень много. И озеленение двора, общение с соседями, и, в общем-то, работы очень много. И главное, что она постоянно зимой одно, летом другое, весной нам администрация привозит землю, мы ее разбрасываем вокруг дома, занимаемся, значит, озеленением, рассадой и прочее, прочее, прочее. Но работы хватает, и работы много круглой. Очень много и хватает, да. Ну хорошо, а в Ленинском районе благоустройство подходит комплексно. Кроме нацпроекта «Жилье и городская среда» были задействованы местная программа «Твой конструктор двора» и губернаторский проект «Содействие». Вот подробнее в нашем следующем сюжете. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» в прошлом году в Самаре благоустроили 8 общественных пространств и 50 дворов. Сейчас работа продолжается. С готовым проектом при домовой территории в администрацию Ленинского района обратились жители МКД по Самарской 168. Двор ожил на самом деле, потому что здесь есть зоны не только для детей. Но и для взрослых я однозначно благодарен лично и передаю свою благодарность от жителей дома всем принимавшим участие в этом мероприятии. После благоустройства во дворе появилась детская площадка с безопасным антитравматическим покрытием, зона отдыха для взрослых и дополнительные парковочные места. Специалисты расширили проезжую часть, провели озеленение и обновили освещение. «По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» на данной дворовой территории выполнены работы по комплексному благоустройству дворовой территории с заменой бортового камня и с устройством разлуклонок для отвода дождевой воды». Все необходимые работы по благоустройству проводились с учетом пожеланий жителей, которые ежедневно были на связи с подрядчиком и администрацией, совместно решали возникающие вопросы и приходили к общему знаменателю. В итоге двор получился максимально удобным для отдыха, а также для передвижения и парковки автомобилей. Жильцы остались довольны. Для тех, кто присоединился к нам только сейчас, напоминаю, что у нас в гостях Елена Юрьевна Бондаренко, глава Ленинского норигородского района городского округа Самара, и Евгений Константинович Фокин, председатель многоквартирного дома по улице Осипенко, 142. Итак, продолжая разговор, Елена Юрьевна, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, какие первостепенные задачи сейчас перед районом, ну и перед вами, как перед главой стоят сейчас? Сейчас, конечно, у нас основная задача – это прохождение зимнего периода, который в условиях нашего климата всегда непростой. У нас перепад температур от плюс 40 до минус 40, и такое бывает. Поэтому, конечно, мы готовимся. У нас прошел смотр техники 12 октября, на котором приняли участие представители управляющих компаний ТСЖ и нашего муниципального бюджетного учреждения «Сахтов». Были предъявлены, показаны техника специализированная, подготовленный специнвентарь, дворники, 175 дворников у нас в районе для поддержания порядка на прилегающих к МКД территориях, 18 единиц спецтехники. И, конечно, в зимний период еще управляющие компании ТСЖ привлекают дополнительную спецтехнику, если это требуется, если снежная зима, для вывоза снега. Заготовлено у нас 49 тонн противогололюдного материала для обработки территории, прилегающих к домах и общественных территориях, незакрепленных. Ну и традиционно, конечно, у нас готовятся к зиме службы, городского хозяйства все. Вот это основная задача на предстоящий ближайший период. Будем контролировать сосульки, тоже бригады у нас подготовлены, потому что, к сожалению, у нас есть и ветхие аварийные фонды территории района, 773 дома, из общего количества 1177. Поэтому, конечно, непросто содержать этот фонд в безопасном состоянии, тем более в зимний период. Вот прошлый год мы прошли, к счастью, без особых проблем, но контроль был очень жесткий, ежедневный. Но надеемся, в этом году также мы пройти этот сезон надлежащим образом. Вы знаете, у меня к вам какой вопрос? Вот благоустройство туристических маршрутов, улица Куйбышева, Молодогвардейская площадь Славы. Скажите, пожалуйста, вот кто поддерживает и кто следит за чистотой вот на этих участках? Не только на этих участках, я общий подход сейчас озвучу. Есть 444-е решение Думы 2019 года, которое определяет правила уборки прилегающих территорий к любым объектам. И алгоритм следующий. У нас есть улично-дорожная сеть, у нас есть скверы, которые закреплены по содержанию за муниципальными предприятиями по благоустройству. Заказчиками являются департамент городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самары. Есть у нас территория, которая прилегает к многоквартирным домам. Тоже размер этих территорий закреплен 444-м решением Думы. Так вот, ответственные за их содержание – это управление компанией ТСЖ. Есть у нас ответственные за содержание отдельных объектов – это трансформаторные подстанции, насосные станции. Есть у нас отдельно стоящие торговые центры и другие объекты. Они тоже обязаны содержать свои территории прилегающие и тоже размер закреплен 444-м решением Думы. Есть так называемые незакрепленные территории. Их содержит наш МБУ «Сахтоп». Евгений Константинович, давайте поговорим и побеседуем еще с вами. Вот вы старший по дому. Проводите ли вы работу со своими соседями? Вот, к примеру, чтобы счета оплачивали вовремя, ведь от этого тоже зависит и благоустройство, и дома, и ремонт в подъездах, и чтобы поставили новые стеклопакеты. Ну, конечно, благоустройство во дворе. Совершенно правильно. Значит, вопрос простой. Каждый месяц управляющая компания вывешивает, у нас в подъездах есть стенды, список должников. Значит, я считаю своим обязательно долгом обязательно с каждым должником созвониться, уточнить причину и порешать этот вопрос. Значит, в моей работе существует такое правило. У меня двухподъездный 96-квартирный дом. У меня в телефоны забиты все номера телефонов владельцев этих квартир. Ну, и наверняка группа есть, да? Нет, не группа, просто-напросто. Просто телефоны. Телефоны. У всех жильцов есть мой телефон. И поэтому, когда вопрос возникает о том, что надо своевременно заплатить, проводятся индивидуальные беседы. Выясняется причина. Почему, что, как, когда вы сможете погасить. И в течение, допустим, недели после первого звонка я повторно обзыванию жильцов, и мне докладывают, погасило, погасило, погасило. Если человек не может погасить, значит, мы решаем вопрос, когда и сколько он может погасить. Мы прекрасно понимаем, и я разъясняю, значит, всем жителям, что от количества поступивших денег на наш расчетный счет управляющих компаний зависит качество обслуживания. Это надо платить зарплату дворникам, надо платить зарплату уборщикам подъезда и прочее, прочее, прочее. Поэтому этому вопросу мы уделяем большое внимание. Елена Юрьевна, скажите, пожалуйста, а вот насколько активную позицию занимают сами жители в Ленинском районе? Здесь бы я хотела сказать основные результаты за последние три года, каким образом добились мы улучшения состояния благоустройства во дворах. Вы знаете, был сложный период, когда у нас были организации по управлению содержанием жилья. Московская организация была известная, Дом Комин Вест, когда было огромное количество жалоб жителей. Наша роль была в том, чтобы жителями провести необходимые семинары, научить их управлять жильем. И здесь я благодарю тоже Чесацких, Виктор Иванович, потому что мы совместно проводили эти семинары, на которые приглашали активных жителей нашего района, старших по домам. И это дало свой результат. То есть у нас за короткий период жители с нашей методической помощью смогли провести смену управляющих компаний, что дало позитивный результат. То есть у нас сегодня 52 управляющих компаний, 99 ТСЖ и ЖСК созданы жителями. А ТСЖ – это всегда лучшее-то, когда жители непосредственно сами управляют содержанием своего имущества. И работа эта продолжается с жителями. У нас замечательный проект по инициативе губернатора Самарской области Дмитриевича Азарова. И правительство Самарской области сейчас реализуется. Проект «Мой дом». Мы провели 11 семинаров, в которых приняли участие около 300 человек, жителей активных, старших по домам. Эти семинары проходили с участием Фонда капитального ремонта ГЖИ Самарской области, администрации района, депутатов. На этих семинарах раздавали методический материал. Вот я даже принесла показать вот такую замечательную рабочую тетрадь председателя Совета МКД, где дано все методически необходимые разъяснения, документы, формы по управлению многоквартирным домом. Это вот замечательные методические руководства, которые мы вручали всем старшим по домам на этих семинарах. И действительно, сегодня старшие по домам и активные жители научились управлять своими домами. Сегодня они активно принимают участие в приемке работы управляющей компании, в том, как проводится дезинфекция. Вы знаете, что в условиях ковида управляющие компании обязаны ежедневно проводить обработку подъездов, мест общего пользования. Поэтому жители сейчас очень активно принимают участие в контроле этой работы. Поэтому, конечно, я благодарю жителей за активное участие вот в этом процессе. Кроме того, жители сейчас стали активны в инициировании заявок по проекту содействия, по комфортной среде, по твоему конструктору двора. Со следующего года у нас запускается новый проект, называется инициативный проект. Это тоже новая форма, впервые она вводится при формировании бюджета. Там, где сами жители тоже могут обратиться к нам с заявкой о выполнении каких-либо работ. Специально созданная комиссия определяет приоритетность вот этих вот заявок, и они тоже будут реализованы. Это кроме проектов комфортной среды и проектов содействия. Поэтому мы активно вовлекаем жителей абсолютно во все процессы по благоустройству. Я хочу сказать, что ни один вид работ по благоустройству без согласования с жителями в районе не выполняется. И есть вашим словам подтверждение. Практически во всех благоустроенных дворах в Ленинском районе обустроены игровые площадки для детей, зоны с уличными тренажерами и места для тихого отдыха. Вот подробнее в нашем следующем сюжете. Теперь, чтобы поиграть с детьми, жительнице дома по Осипенко-144 не нужно выходить за пределы собственного двора. Раньше, говорит Марина Васильева, территория, на которой построили новый игровой комплекс, пустовала и была неблагоустроенной. Гулять с детьми приходилось в соседних дворах. Новая площадка прямо отдушина. И сквер очень хороший. Мы здесь можем погулять. Мы вот второго малыша ждем. Будем здесь и с коляской, а старший будет здесь играть и бегать. Здорово, что такие площадки вообще есть. По программе «Содействие» во дворе установили новые скамейки, урны, детскую и спортивную площадки. Отремонтировали проезды, провели работы по озеленению и обновили освещение. Самое главное в проекте «Содействие» – это инициатива жителей. Если они очень сильно захотят, то все может быть так, как они задумали. В нашем проекте, вот в этом «Деточка» он называется, участвовало очень много дворов. Мы даже видим по округе, что очень много дворов. Они вот все собрались, выбрали инициативную группу, остановились вот на этом. Зона отдыха, детская площадка, спортивная площадка. Мы, конечно, на достигнутом не будем останавливаться. Хотим дальше развивать. Видите, большая территория, поэтому есть где разгуляться. Преображению каждой дворовой территории индивидуальный подход. Реализация проектов благоустройства проводится при активном участии жителей и администрации на всех этапах от подачи заявки до совершения работ. Мы замечательно сотрудничаем с администрацией, в том числе и с Еленой Юрьевной Бондаренко. Это хороший тандем такой, будем так говорить, где жители помогают реализовывать свои желания и воплощать их в жизнь. Мы очень много проводим здесь мероприятий, таких как Новый год, Масленица. И, конечно, у нас была задумка, чтобы вот эта часть территории была как-то благоустроена. И мы очень счастливы, что на сегодняшний момент у нас такая площадка появилась. Мы огромное вам говорим спасибо. Ну и, конечно же, большое спасибо нашим жителям, которые, безусловно, могли поучаствовать в этом проекте. Скоро на площадке появятся зоны для воркаута. Особое внимание в Ленинском районе уделяет ремонту внутриквартальных проездов. В этом году завершится обновление асфальтового покрытия в 18 дворах. Елена Юрьевна, взаимодействие с управляющими компаниями. Вот раньше был такой опыт приглашения руководства управляющих компаний на совещание и планерки. Скажите, пожалуйста, как сегодня налажено общение с управляющими компаниями? Во-первых, общение не прекращается, оно происходит ежедневно. Если действительно до коронавирусных ограничений у нас проводились еженедельно, каждый вторник, вот такие совещания рабочие в администрации, сегодня, к сожалению, мы не можем в такой формат использовать. Но мы используем формат выездных совещаний во дворы. И у нас широко принимаются сейчас дистанционные совещания. Поэтому я хочу жителей тоже заверить. Вот вчера тоже меня видели, я вот и жителям не представлялась, они сами подошли. То есть они видят, что действительно вот мы приезжаем и контролируем. Управляющие компании тоже, как правило, мы вызываем на момент проверки, чтобы они тоже с нами принимали участие, даем замечания, сутки на отработку замечаний. Если не отрабатывают, то административные меры принимаются. Но сейчас уже управляющие компании ТСЖ знают этот механизм, поэтому, как правило, за сутки они отрабатывают замечания. Добросовестные управляющие компании. Евгений Константинович, вот как вы считаете, насколько важно наладить соседские отношения именно между управляющей компанией и жителями? Вот наработать четкую обратную связь, вовремя обращаться и получать помощь. Ну, прямо скажу, я считаю так, что председатель МКД или старший по дому это посредник между управляющей компанией и жителями дома. У меня работа налажена так, что если что-то случилось в квартире, то в первую очередь звонят мне. Значит, я рекомендую дать заявку управляющей компанией. Параллельно с этим я тут же звоню в управляющую компанию и прошу, чтобы срочно обратили внимание. Ну, правила работы такие. Когда мы принимали на работу от управляющей компании слесаря, значит, однозначно было ему заявлено условие, которое я поставил. Если у нас случается ЧП, которое он может устранить, он в течение ближайших 15-20 минут должен появиться в доме, в данной квартире, принимать решение. Или отключить стояк для того, чтобы там пригласить сварку и все прочее. Или в течение какого-то часа все эти вещи устранить. После этого он докладывает мне, так же, как жильцы, что был человек, пришел, все сделал, спасибо, до свидания. Это условия, которые мы сразу поставили. То же самое с электриком, то же самое с дворниками. Я постоянно отшляю контроль за дворниками, за электриками. Значит, чтобы территория была убрана. И если убрали подъезд, мне тоже звонят и говорят, Евгений Александрович, подъезд убрали. У нас специально висит график, где четко расписано. Все 12 этажей в двухподъездном доме убираются два раза в месяц. А с первого и второго этажа до почтового ящика еще четыре раза. Есть график, где каждый раз отмечается, проведено. И все это выведено для того, чтобы жители посмотрели. Проведена уборка. Я зеленым цветом отмечаю, что уборка сделана. То есть народ видит по графику. По графику 8-го числа убрали 9-го, написано 9-го, отмечено. Вот так осуществляется контроль, связь с управляющей компанией. Хорошо. Ну что же, в конце заключительное слово хочу предоставить вам, уважаемая Елена Юрьевна. Скажите, пожалуйста, каким вы видите свой район через пару лет? Конечно, наш Ленинский район – это особый район, это визитная карточка нашей любимой столицы региона Самары. И на наш район возлагается особая миссия, потому что именно сюда приезжают и жители города, когда проводятся какие-то мероприятия культурные, массовые. Именно здесь расположены у нас театры, 6 театров. Здесь у нас расположены все, много музеев, много мест, куда действительно люди хотят прийти, поучаствовать в каких-то мероприятиях. Приезжают сюда гости. Здесь у нас находятся и офисные, и зловые административные центры. Поэтому наша задача, Ленинский район, и дальше преображать, чтобы он, чтобы испытывать гордость за наше прошлое, за сохранение исторических зданий наших, за бережное, уникальное сохранение их, и за развитие. Потому что сделать, на самом деле, надо еще очень много. Потому что, к сожалению, тот период, который прошел в эпоху 90-х, он сказывается и сегодня. К сожалению, еще очень много надо сделать, буквально каждый уголок. Не только дворы, а у нас же еще много с вами каких-то небольших объектов, зеленых объектов, небольших скверек, которые еще необходимо преобразить. И наша задача глобальная – это активно принять участие в реализации стратегии лидерства 2030, в реализации национальных проектов, где определены конкретные показатели, что мы должны сделать в нашем районе. Не только для благоустройства, но и для развития экономики, для улучшения социальной жизни людей, для того, чтобы и доходы повысить людей. Потому что, действительно, это все связано на самом деле. Хорошее благоустройство привлекает инвесторов. Инвесторы развивают территорию, и люди будут жить лучше на этой территории. Будет развиваться и малый бизнес, будут расти доходы наших жителей. Поэтому глобально задача у нас такая. А конкретно в ближайшее время мы с вами тоже все знаем о том, что у нас предстоит продолжение строительства линии метро. В 2022-2024 год мы все ожидаем долгожданного продолжения ветки метро до станции театральная, что, безусловно, создаст еще больше условий для жителей города, для комфортного пребывания на все наши мероприятия, которые проводятся в Ленинском районе. Соответственно, разгрузятся транспортные потоки. То есть это действительно глобальное мероприятие, которое даст синергетический эффект для развития района. У нас в ближайший период предстоит долгожданная реконструкция улицы Дачной, которую все ждут жителям. С нетерпением. С нетерпением, да. Ремонт капитальный Вилоновская, Болжского проспекта. По Молодогвардейской и Куйбышево, вы тоже, наверное, все видели, сейчас идет установка нового освещения. Вот гостевые маршруты тоже будут преображаться в ближайшей перспективе. Конечно, мы планируем здесь совместно с органами властей к уровню преображение наших объектов культурного наследия, их реставрацию. Поэтому район будет преображаться. И я верю в то, что и жители наши, несмотря на сложные условия, связанные с ковидом, все-таки жизнь наших людей улучшится. Качество жизни. Качество жизни улучшится, да. Хочется добавить мем. Ну что же, спасибо вам большое, уважаемые гости, за очень интересную, исчерпывающую беседу. Ну а вы сами сегодня смогли убедиться, что романтики в рабочих буднях моих гостей нет. Зато есть видимый, осязаемый результат. Мотивация простая, благоустроенные дворы, чистые подъезды и, следовательно, благодарность от жителей района. Вы смотрели программу «Совет моего дома», подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и направляйте туда свои вопросы. Отвечайте на них, мы будем в эфире программы. Всего хорошего, до свидания. Продолжение следует...